Про Курскую область также хотел с вами поговорить. Форбс пишет, что у ВСУ появилась новая стратегия быстро перемещаться и брать российские войска в окружение. Они тут вспоминают село Веселое. Также говорят, что если украинцы, наступающие на северо-восток от нового пути, смогут соединиться с украинцами, находящимися на главном участке, то они отсекут потенциально тысячи россиян между собой и границей, пишет аналитик из Форбс. Также вспоминаю сообщение об эвакуации в 15-километровой зоне Рыльского и Хомутовского районов Курской области. В общем-то, эти два района, грубо говоря, находятся с другой стороны. То есть мы говорим сейчас о попытке захода в тыл или потенциально о такой возможности. И тут по Курской области в информационном пространстве варьируются варианты того, что может быть, начиная от того, что ВСУ окапываются и сейчас вот-вот начнется крупномасштабное, долгоиграющее российское наступление, заканчивая тем, что нет, сейчас мы зайдем с тыла или сейчас мы заберем то, что плохо лежит, Глушковский район и прорвем Коренево, пройдем до Рыльска. Ну вот от наиболее благоприятных до наиболее неблагоприятных сценариев. Что на самом деле там сейчас происходит? Противическая задача любой обороняющейся армии — это уничтожение армии противника, которая нападает. А освобождение территории или захват территории противника — это уже следствие выполнения первой задачи. Если мы уничтожаем противника на своей территории, освобождаем свою территорию, автоматически уничтожая армию. Если мы уничтожаем армию противника на территории противника, значит захватываем, берем под контроль его территорию для определенных действий. В основном для маневренных боев. Что такое маневренный бой? Это бои без линии укрепрайонов, то есть без обороны как таковой. Это даже можно сказать неактивная оборона. Это как раз вот именно маневренные бои с основной задачей уничтожения противника. Взять его в окружение. Малые клещи, большие клещи. Заставить противника наступать на некоторых позициях за счет его увеличения плотности. Минусовать его дальними средствами поражения. Маневренный бой. Я вот на нескольких каналах и у вас тоже для понимания процесса покажу одно действие. Вспоминайте поход Ковпака. Партизан Ковпака, которые прошли сотни километров по тылам противника. С одной основной задачей уничтожения тылов, уничтожения тогда фашистской армии. Вот сейчас примерно та же картина по Курскому направлению. С одной стороны это сковывающая операция, которая заставляет россиян туда перебрасывать резервы, в том числе с Восточного фронта. А с другой стороны это операция, выполняющая первую задачу любой армии, уничтожение армии противника. Маневренными боями. Эти частности, от которых вы сейчас говорите, допустим, они частности в каком смысле? Сейчас проводятся операции по заходу в тыл противника, который вышел на снягость и пытается двигаться на Любимовку. А мы практически с тыла, то есть с правого фланга, но больше с тыла уже этой группировки заходим, в принципе, пытаясь перерезать логистические цепочки. Оптимальный вариант с Веселого вообще двигаться в сторону Глушкова, то есть на Сейм для того, чтобы рассечь оперативное окружение на две части. У россиян тогда они будут в окружении и в районе Теткино, то есть западная часть и восточная часть в районе той же снягости. Причем сейчас там еще одно наступательное действие наших войск начинается. Это в сторону станции Глушкова. То есть есть Глушково-населенный пункт на Сейму и станция Глушкова, она практически в тылу снягости находится. То есть это тоже выход, довольно-таки серьезное давление именно этой группировки. Но тут же, исходя из карты местности, по крайней мере, видна статистическая возможность выполнения выхода на Рыльск не со стороны Суджи, там, где мы сейчас зашли, а со стороны Глухового, украинского Глухова. Причем это трасса, которая идет от Глухова на Рыльск, дальше на Льгов, Курчатов и на Курск. Вот эта трасса Глухов, Курск, на которой находится Рыльск, вот вдоль нее движение наших войск, в принципе, закроет вообще котел российских войск, которые там тогда окажутся действительно тысячи российских военнослужащих. Причем часть из них это срочники, а часть это элитные войска, которые туда заведены, в эти котлы. Причем это 106-я дивизия Тульская, это 155-я, 810-я бригады морской пехоты, часть из них, которые там находятся. И это будет такой довольно-таки серьезный влог. Почему сейчас россияне объявили эвакуацию гражданского населения с этого направления, со стороны Глухова, в сторону Рыльска. Причем, понимая эту возможность, сейчас россияне пытаются в Глухове нащупать нашу группировку, которая там находится пока в режиме обороны, хотя в любой момент она может наступать. Глухов сейчас пытается, россияне пытаются раскатать с помощью КАБов. В том числе, интересно, вот трасса, о которой вы говорите, Курск-Глухов, ну, в частности, от Курска до Рыльска. Ранее вспоминаю, что она уже была под огневым, условно, небольшим, но все-таки огневым контролем наших сил. Сообщалось, что там летали дроны и уничтожали, в принципе, все то, что туда шло. Так вот, эта логистическая артерия, она действительно, ну, не такая уж и серьезная, потому что она обстреливается? Либо это как бы отошло на второй план и снабжение, грубо говоря, беспроблемно происходит? Ну, это не так, чтобы артерия, это просто трасса, которая идет по правому берегу реки Сейм. Но вот как Сейм идет, они в районе Рыльска, эта трасса и река, они раздваиваются, да, то есть трасса уходит на Глухово, Сейм уходит на юг, в сторону Четкина, то есть такую петлю делает. А вот от Курска до Рыльска они практически идут параллельно. Потому с точки зрения использования как ракадные дороги вдоль Сейма, россияне ее действительно будут использовать и до сих пор используют. Туда выходили наши беспилотники, пока там россияне не развернули уже оборонительные рубежи. Так вот, оборонительные рубежи у россиян на правом берегу Сейма, они прекрасно просчитывают то, что у нас есть возможность выйти на левый берег, подойти к Рыльску с левого берега, подойти к Львову и подойти к Курчатову. Но одно дело Львовы и Рыльск, там они расположены и там, и там, в основном на правом берегу, а Курчатову на левом берегу, с нашей стороны, со стороны Суджи. И для них это большая проблема. И они пытаются сейчас это все отрыть, отстроить, но они при выполнении задач уже фортификации потянули туда определенные системы радиоэлектронной борьбы и уже предотвративаются нашим, в том числе и беспилотникам. По этой трассе придется работать, скорее всего, ракетами. А как только нам дадут возможность работать по российской территории дальними средствами по расстоянию. Силы и средства у нас для подобных маневров есть, потому что Институт изучения войны ссылается на нашего президента, который говорит, что из 14 бригад сформировано 4, потому что союзники не спешат помогать. Ну, вряд ли кто-то будет настоящие цифры в эфир говорить. Мы понимаем, что это здесь может быть, конечно, дезинформация. Раз цифры называются, это уже деза однозначно. А тем более лицом из военной стези, а президент является верховным главнокомандующим. Потому, скорее всего, первые лица используются в том числе и для дезы. Ну, пусть это так и будет. Это просто говорит о том, что у нас действительно есть недостаток, ну, как минимум можно подтвердить, недостаток вооружений, потому что мы проваливаемся по Восточному фронту. То есть, если бы у нас было достаточное количество сил, средств, а мы бы сейчас не отходили из-под Донецка. Значит, отходим, значит, не хватает. И это можно экстраполировать, естественно, на все остальные подготавливаемые бригады в том числе. Потому, можно с уверенностью говорить о том, что у нас действительно недостаток средств для определенного количества бригад. Ну, а исходя из уже выделенного количества сил и средств на это направление, у нас же не одно направление курсное. То есть, вот сколько будет выделено, уже исходя из этого можно будет видеть дальнейшее движение. Тут даже от обратного. Если будем двигаться, значит, выделили. А если двигаться не будем, то, значит, не выделили. Значит, нечего было выделять. Такое издание «За Таймс» показывает карту-карту объектов на территории России, которые находятся в зоне поражения ракет «Шторм Шэдоус». В радиус действий этих ракет, по данным «За Таймс», попадает 14 аэродромов и аэропортов, один НПЗ из штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, того самого легендарного Пригожинского. Откуда, как считают на Западе и в Украине, ведется управление боевыми действиями Росармии в зоне СВО, как называют ее на территории Российской Федерации «Кровопролитную войну против нас». А насколько еще не потерян шанс бомбить, если дано разрешение, или будет дано в ближайшие дни, вот такие важные объекты, и как много их может быть, плюс-минус, в радиусе действия «Шторм Шэдоус», «Скальпичи», даже если это будет 165 километров, а не 300? Ну, там, я так понимаю, может быть, я не совсем видел на карте, может быть, 165 миль они написали, и тогда это как раз близко к 300 километров, но дело не в этом. Кстати, дальность, реально, дальность «Сторм Шэдоу» и «Скальпа», она на которой находится у украинцев, на самом деле она и неизвестна. Изначально дальность этих ракет, которые на вооружении британцев, это 550-560 километров, по поводу того, урезали ли их по дальности при передаче или не урезали, 100% информации нет. Есть некие общие сведения свыше 250 километров в дальность. Я, например, слышал, но опять-таки на уровне слухов, в том числе и от украинских военных, что ничего не урезали. Поэтому иди, знай, может оказаться, что на самом деле дальность и выше. Кстати говоря, дальность 550 километров не обозначает, что, ну, скажем так, что если нет разрешений, то, мол, негде использовать эти 550 километров, потому что, например, можно, если разрешение, скажем, на 200 километров, то куда деть оставшиеся 350? А очень просто, можно атаковать из глубины своей территории, не подвергая опасности свои самолеты, что, кстати, дает определенные преимущества. Одно дело, если самолет подлетает к линии боевого соприкосновения на 40 километров, а другое дело на 140. Значит, ну, если 500 с чем-то километров, то дальность вообще очень большая. Тем не менее, мы пока делим шкуру неубитого медведя, разрешение то ли есть, то ли нет, то ли в пути находится. Но я бы предположил так, что если разрешение будет, а вроде бы к этому все идет, то оно будет все равно носить ограниченный характер. И заподозрю, что по штабу, хотя кто знает, что, например, по штабу в Ростове, который находится прямо то ли в центре города, то ли почти в центре города, это не то, на что разрешение дадут. Вот у меня такое интуитивное предположение. Они боятся эскалации. И некоторые цели, которые, скажем так, внутри городов, несмотря на их полную легитимность, вероятно, может, я ошибаюсь, вероятно, окажутся вне игры. Тем не менее, целей достаточно и в радиусе 200 чем-то километров. Я скажу так, что даже если Россия убирает авиацию с аэродромов, то есть вот нельзя застать самолеты на аэродроме, то есть неисправные самолеты, например, которые не успеют эвакуировать, и они тоже являются важной целью. Даже потратить одну ракету на один самолет, условный Су-34, который может быть восстановлен, это уже серьезное достижение. В общем, целей хватает. По целям топливно-энергетического комплекса типа НПЗ, я так понимаю, точно разрешения не будет, или, скажем так, почти точно. Почему? Потому что американцы выступали резко против даже ударов, таких против ударов по таких целям, даже украинскими средствами, соображений политических и экономических. Но, кстати, после выборов президента Соединенных Штатов, когда цена на нефть становится менее важным фактором на выборах, иди знай, может быть, кое-что поменяется, тем более и президенту уже терять нечего Байдену. В любом случае, возможно, Иван будет держать уже ввиду то, что его сменщик примет решение. В общем, но это спекуляции. В любом случае, целей более чем достаточно. Цели важные. И Россия встанет перед выбором, если эти удары начнутся во избежание потерь. Убирать эти цели из-под удара, это создать серьезные трудности, например, логистического характера. Либо, если не убирать, то это риски. И тогда их нужно будет очень сильно прикрывать системами ПВО в тех районах, которые, предположу, до сих пор были прикрыты гораздо меньше. А системы ПВО не резиновые. Если их перебрасывают с одних направлений, если их куда-то перебрасывают, значит, их откуда-то взяли. И это значит, что у украинцев появятся возможности и, возможно, даже очень неплохие наносить удары там, где сегодня это сложнее. Так что преимуществ немало. Кроме того, есть эффект сдерживания в той или иной степени, когда Россия поймет, что удары могут наноситься и могут наноситься эффективно. Возможно, это повлияет на принятие ряда решений. Я это отнюдь не гарантирую. Но нельзя исключать, что это повлияет на принятие решений касательно целесообразности наносить удары по различным объектам в Украине. В общем, значение это все имеет, но надо дождаться, наконец-то, пресловутых разрешений и помнить, что небольшое количество ракет, которые способны поразить важные цели, это все же не то, что меняет исход войны коренным образом. Это дает украинцам дополнительные возможности, создает проблемы россиянам. Это важная составляющая. Но переоценивать это тоже не стоит. Если бы количество были очень велики, если бы разрешения были неограничены, а количество исчислялись, ну, я не знаю, допустим, сотни в месяц или что-то в таком роде, допустим, и ракеты Джессом, которые еще не поступили, и без ограничений по дальностям и по объектам, вот тогда бы ситуация была коренным образом иной. Мы пока о такой ситуации говорить не можем. И количество невелики, и разрешения будут ограничены. Но ничего, это все равно важный шаг вперед, если все это произойдет. Хотел бы я вспомнить интервью Владимира Зеленского бразильскому изданию «Метрополис», где он вспомнил о бразильско-китайской инициативе, или, как они говорят, альтернативной мирной соглашении. Ну, надо честно сказать, Владимир Зеленский разнес это соглашение, это предложение. Он сказал, что китайско-бразильская инициатива по окончанию войны деструктивная. Почему? Потому что он говорит, якобы, что с Украины, во-первых, никто ничего не проговаривал, что-то там себе Китай с Бразилией придумали, предложили там России, Россия согласилась официально, и сейчас они проталкивают, предлагают какое-то мирное соглашение. Уже не раз Владимир Зеленский говорил, что есть только план Украины, а если есть какие-то другие предложения, пожалуйста, проговаривайте это с Украиной. Ну вот, в какую игру играют Бразилия и Китай? Ну, заметьте, со стороны Запада вы не видите никакой ни Бразилии, никакой Китай, я имею в виду образно, если взять какую-то инициативу какой-то страны со стороны Запада. Никто из них не был, потому что они однозначно сегодня вынуждены, даже многие из них, даже не любя, так сказать, эту войну, потому что она нарушила планы многих на Западе и в Соединенных Штатах Америки в том числе, но они вынуждены считаться с интересами Украины и лично президента Зеленского и поддерживают план, который предлагает президент Зеленский, потому что они идут в одной упряжке. Что касается бразильско-китайской, так сказать, инициативы, то это однозначно, потому что они не находятся в стане Запада, они находятся на этой территории, но они здесь не так завязаны с той же Россией, как, например, Запад завязан с той же Украиной, потому что Запад напрямую вовлечен в эту тематику, с вами поставками своего вооружения, и, с одной стороны, сочасти президент России прав, когда говорит о том, что Запад непосредственно принимает участие, но принимает участие именно чем? Поддержкой Украины как финансовыми, так и военно-техническими поставками, да, и однозначно, и советникам в том числе, это тоже никто не скрывает, но непосредственно на земле Запад не воюет, а со стороны стран, так сказать, БРИКС возьмем, потому что Бразилия, Индия, Китай, вот, ну, Индия не так активна в этой тематике, но Индия тоже на рендер-моде, вы же видите, тоже, то в Москву едет, то к вам ездит, то в Америку ездит, то в Европу ездит, поэтому понятное дело, что он также будет принимать участие вот в такого типа инициативах, но с этой стороны, да, но, опять же, он не будет так активно так же это делать, как это делает та же Бразилия, тот же Китай, они выдвигают это все, да, но они ровно это делают, ровно настолько, насколько это выгодно им для поддержания хороших, нормальных отношений с той же Россией, чтобы Россия, ну, потому что Россия рассчитывает на них, Россия, кроме как на них, не на кого рассчитывает, потому что все те, на которых рассчитывала Россия в западном мире, они тихо-тихо ушли в тень, и в первую очередь, это страны, это нормандские четверки, да, то есть нормандского формата, извиняюсь, ну, хотя и четверки, правильно, да, то есть они в четверке были, да, Украина, Россия, Германия и Франция, но, как вы видите, Германия и Франция ушли в тень, по этой тематике больше ничего не говорят, И я напоминаю, что в последний раз в Москву они троём ездили. Там и Драги был, и канцлер Германии. Драги, бывший премьер-министр Италии. Канцлер Германии и президент Франции. Но больше мы их не слышим. И заметьте, даже мы не слышим их. И заметьте, как итальянская газета «Репаблика» вбрасывает в информационное поле информацию о том, что якобы Шольц сказал такого типа. А Шольц такой глупости не мог сказать категорически. Потому что если Шольц такое сказал бы, на него президент Зеленский наехал бы по полной программе. А это просто утка газетная для того, чтобы просто показать, что вот такого типа инициатива есть из куличевых стран. Скорее, я не сомневаюсь, что эта утка пришла как раз-таки из всех центров, которые проталкивают российские нарративы. Это может быть... Они могут и на Западе находиться, но в целом они работают именно на российские нарративы. Так же, как вот эта бразильско-китайская инициатива. Но у этих всех тем есть потолок. Потому что они нереалистичны. И их никак реализовывать нельзя. Я даже и не отвечал бы на них. Президент Зеленский должен был, в принципе, с моей точки зрения, был бы сильнее, если проигнорировал его, например. Да вообще на эту тему не говорить. Потому что если на эту тему говорят Бразилия, Китай, ну пускай говорят, и что дальше? Где они могут это дальше реализовывать? Они никогда об этом в Киеве не придут, это не скажут. Они это скажут где-то там, для того, чтобы понравиться той же России. Ну, ради бога, они с утра до вечера и так с Россией имеют определенные отношения. Но на серьезном уровне это никогда не будет сказано. Потому что если они это на серьезном уровне скажут, и это скажут рядом с президентом Украины, то президент Украины по полной программе им ответит. И знает, тем более, его характер. Поэтому тема переговоров, она спекулятивна в большей части для тех центров, которые в той или иной мере завязаны на России сегодня, и политические, и экономические, которые снимают сливки с этой войны, используя ослабление России. И первое, что видите, это страны БРИКС. Поэтому в этом, так сказать, политическом образовании, которое не является ни Евросоюзом, ни НАТО, ни чем-то другим, сегодня, видите, какой идет разброд и шатание, как по-разному все там работают, у каждого разные интересы там, и там разношерстные страны, которые друг друга и не любят, по большому счету. Главные две страны там это Индия и Китай, да? Вы знаете, их взаимоотношения, и они основа того же БРИКС в этом плане. Поэтому, когда это мы понимаем, мы понимаем, какие разные интересы у этих стран, и если кто-то из них озвучивает какую-то тему, включая вот возможные мирные переговоры, да, ну, да, это может быть приятно для российской стороны и неприятно для украинской стороны, но эта тема, она далека от реальности, от того, для того, чтобы говорить о ней серьезно. Во всяком случае, до конца этого года, вообще даже я не вижу одного процента возможностей этих переговоров. Это возможно только после завершения президентской кампании здесь в США, и что даже более важно, от того, что как будут развиваться события на поле боя и чем закончится, так сказать, все то, что происходит сегодня, мы видим на Курском направлении, и как это будет дальше, вот эта война, которая набрала сегодня активную фазу, то есть сегодня, я так понимаю, накал страстей на поле боя, ну, намного выше, чем во все месяцы этой войны, потому что война вышла на решающий этап, решающий этап, и это здесь, смотрите, схолестнулись все, и политические баталии здесь в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и интересы всех этих стран, и вот, ну, одни хотят завершить эту войну, другие не знают, как это завершить, эту войну, и понимают, что сегодня все зависит именно от украинского солдата, от воли украинского народа и от воли украинских политических лидеров во главе с их президентом, и чем сильнее так Украина будет стоять, тем больше с вами будут считаться, имейте в виду, считайтесь только с теми, кто может себя защищать, это азербайджанская поговорка. Кстати, господин Инус, уже традиция, да, мы регулярно вспоминаем, что и как, какая ситуация на Южном Кавказе, это непосредственно и влияет, конечно же, и на Украину, с последнего, что актуального есть, вот Армения предложила азербайджану подписать мирные соглашения. Пашинян якобы говорит, что есть 16 или 17 пунктов, я так хочу с вами разобраться, потому что не очень понимаю, и якобы я так, опять-таки, понял, что есть какие-то согласия по 16 пунктам. Можете детальнее рассказать, насколько это серьезно, насколько это есть шаг до подписания мирных соглашений? В этой связи, вот я сейчас, давече, когда говорил про позицию Украины и как вот это работает внешним миром, то есть очень важно здесь отметить, вот визит президента Азербайджана в Италию. На днях вот президент Азербайджан совершил довольно так мощный визит исторический в Италию. Для информации вам, вот смотрите, откуда начну, да, вот когда я, вот у вас назначили новый министр иностранных дел, это очень сильный министр, Дмитрий Кулеба, очень хороший министр, вот вам говорю, он был хороший министр более-то в военное время, он удачный министр, он со знаком плюс отработал свою каденцию, это однозначно, что вы, украинцы, должны, так же, как у вас был шикарный верховный главнокомандующий Валерий Залужин, он тоже шикарно отработал, и он остался в обойме политической номенклатуры Украины. Я не сомневаюсь, что Дмитрий Кулеба так же останется. Они выполнят. Заметьте, Сырский идет, и уже говорите про Сырского на том же уровне, как про Залужин. Я думаю, и вы будете точно так же говорить про нового министра иностранных дел, так же, как про Дмитрия Кулеба. Цель и задача меняются. Просто сначала подумайте, кто такой нынешний новый министр, и откуда он пришел. Он был послом в Турции. Он тот самый человек, который сделал все для того, чтобы улучшить взаимоотношения Турции и Украины, и в первую очередь взаимоотношения президента Турции и президента Зеленского, в личном плане в том числе, и это благодаря новому вашему министру. И еще тут важный нюанс. Я как человек, проработавший и в законодательных структурах власти, и в исполнительных, то есть в кабинете министров, я работал в Верховном Совете, в парламенте Азербайджана, и я помню противостояние между кабинетным министром и аппаратом президента, когда два аппарата дублировали друг друга. То есть отдел культуры здесь, отдел культуры там, отдел внешнеэкономических связей здесь, отдел внешнеэкономических связей там. Идет дубляж, понимаете, бюрократия идет. Естественно, борьба характера, борьба амбиции, борьба за власть и так далее, и тому подобное. И близость к телу. У нас всеми стоит президент, понимаете, и поэтому президент руководит всей страной, и администрациями, и внешней политикой, и вопросами безопасности. Поэтому это дубляж идет. И когда назначили нынешнего министра иностранных дел в администрацию, и когда он в администрации проработал, а после этого буквально короткое время проработал первым заместителем министра, это, понятное дело, именно для того, чтобы убрать вот некоторые нестыковочки в оперативном плане между аппаратом президента, так сказать, и МИДом, и, может быть, тем же правительством, да, или вот этим внешнеэкономическим направлением. Это очень важно понимать для людей, которые в большой политике, которые работают, я руководил аппаратом, поэтому я понимаю, как это очень важно для аппаратчиков, да, потому что разные аппаратчики, они должны, это должна быть одна линия, одна линия, и эту линию руководит президент, понимаете, в стране главный человек – это президент. И для военных, и для чиновников, которые работают в дипломатии или внутри страны, это все должны четко усвоить. И когда это поймут, и не будет вот этих разделений, групповщины не будет, тогда, и особенно, когда идет такая полномасштабная война, это очень важно понимать. Извините, это нюанс, я для чего вам это сказал. Я хотел показать, как Азербайджан сегодня во внешней политике использует противоречия. Вот я для этого вам сказал, что это очень хорошо, что у вас новый министр, он несет сейчас новую свежую кровь. Да я так на это очень надеюсь. Особенно на направлении Турции и вот этого региона для вопросов безопасности Украины. Вы знаете взаимоотношения Франции и Италии. Личные взаимоотношения Эммануэла Макрона и Джорджа Милони. Вы знаете, как они друг друга не любят. Вы знаете взаимоотношения сегодня Франции и Азербайджана. Они уже дошли до уровня Плинтуса. Уже дошло до того, что французское правительство своим гражданам Франции говорит, что не посещайте Азербайджан. То есть дошло до уровня Плинтуса. Кстати, взаимоотношения с Францией такими никогда не были. Они стали такими только при Эммануэле Макроне. Это самый неудачный президент за все годы современной истории Франции, насколько это можно судить. И в результате... А это началось когда? После того, как Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность. Вот на этой тематике, где 30 лет они искали в этой рыбу мутной воде. Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Но теперь мы это сумели сделать. И заметьте, как Азербайджан теперь на этом противоходе играет. У вас плохие отношения и у вас плохие отношения с нами. А у нас самые лучшие отношения в Евросоюзе с Италией. С вашим главным конкурентом. У Азербайджана сегодня, чтобы вы знали, самый большой товарооборот у Азербайджана по стране. На первом месте это Италия. 16 миллиардов товарооборот у Азербайджана с Италией. С Россией у Азербайджана, чтобы вы знали, 4 миллиарда всего лишь. В 4 раза меньше. И сегодня посмотрите, как принимали президента Азербайджана в Италии. Какие там были месседжи, какие там разговоры были. И как Италия на всех этажах поддерживает и будет поддерживать Азербайджан. Во всех структурах того же Евросоюза. Хотя Италия демократическая страна. И там, вы понимаете, и выборы, и все остальное. У них свои внутриполитические баталии идут. Но это говорит о том, что Азербайджан играет на противоходе. Вот такие моменты учитывает. Работает на территории Евросоюза, изучая это. Работает в Соединенных Штатах Америки. Работает в России, работает в Иране, работает на востоке, в Центральной Азии и в Китае. То есть по всем направлениям. И в результате удачной такой внешней политики, заметьте, что получилось, что сегодня мы на перекрестке. И у нас восток и запад, и у нас север и юг. И у нас в качестве камня предкновения только нерешенность, отсутствие мирного договора. И вот в Италии президент Азербайджана несколько месседжей сделал. Кстати, нам задали ему вопросы по поводу вот этого самого, да, возможного газового контракта, когда вот Россия и Украина прекращают в декабре поставки российского газа через территорию Украины. И как раз задали вопрос, да, а как это будет выглядеть, говорят о том, что Азербайджан вовлечен в переговоры, да. Так он открытым текстом там сказал, вот ответил на многие вопросы, да. Это как раз таки вам, украинцам, тоже должно быть интересно. Это личная просьба, это личная просьба руководства Евросоюза и руководству Украины. Потому что если газ прекратится российский, а туда газ никакой туда не будет идти, не российский, любой газ, азербайджанский, туркменский, иранский, любой газ какой. Эта газораспределительная станция, она просто перестанет существовать. А для Украины это очень важная строка, поэтому именно Украина пошла на это, да, и это же не, как вам сказать, с точки зрения нравственности, это же неправильно пропускать через свою территорию, когда газ страны, которая напала на тебя, да, то есть и они деньги зарабатывают, и вы зарабатываете деньги. А это нужно в первую очередь той же Европе, да. 60% этого газа шло в Австрию. А я там не говорю, там и Словакия, и Чехия тоже были в этом деле задействованы, да. Но это они попросили вас, вы могли бы тогда отказаться, но вы не могли отказаться, вам сказали, это надо делать. Вы согласились на это. А теперь контракт заканчивается в декабре. А что делать теперь в декабре? Вот президент Азербайджан говорит, нас попросили, нам это невыгодно. И в материальном, в экономическом плане нам этого Азербайджану это не нужно. Потому что у Азербайджана весь газ уже на несколько лет вперед зафрахтован, и Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран. У нас было 8, вот еще 2 страны добавились. Это Словакия и Хорватия. Вот они добавились. Вот сейчас недавно Азербайджан с ними заключил уже контракт, уже процесс пошел. То есть я к тому говорю, что у Азербайджана столько газа как такового нет. Но если это не сделать, значит газораспределительная станция Украины накроется медным тазом. А в декабре этого года, после того, как газ перестанет поступлять с Россией туда, значит 4 страны Евросоюза, вот Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия, моментально окажутся в очень сложных экономических ситуациях. Я уже не говорю о том, что у них будет огромный дефицит бюджета. И об этом было публично сказано вот в Италии, да, на пресс-конференции. Это все вы же должны слышать. А когда идут вот эти спекуляции всякие антиазербайджанские, люди должны задаваться вопросами и в Украине тоже. А почему это делают? Кто это вбрасывает? Кто хочет вбить этот клиент? Это одна тематика, которую очень важно мне было осветить в этой ситуации, чтобы было понятно, откуда тут ноги растут, потому что эта тема все-таки присутствовала у вас. Теперь я возвращаюсь к теме вашего вопроса уже, который вы сказали, касально этих 17 пунктов. Там из этих 17 пунктов, значит 13 пунктов, они как будто бы 80% этого договора, они согласованы. Но там есть ключевые вопросы. И ключевые вопросы международной практики, они так, чтобы вы знали, как работают. Если один пункт не работает, значит весь документ не работает. Более того, если это ключевой вопрос. А там эти четыре пункта, это ключевые вопросы. И один из них, это ключевой, это изменение Конституции Армении. Потому что в Конституции Армении четко написано о том, что в преамбуле написано, что Карабах – это территория Азербайджанская. Карабах уже, вот это название, вот это, как они говорят, НКР, оно вообще не существует нигде. В реалии вообще не существует. На территории Карабаха уже не проживает даже армянское население. А все те, кто там этим занимался, сепаратизмом, сидят в подвале азербайджанской тюрьмы. Понимаете? Ну, кто там, несколько человек соскочили, но основная масса сегодня там сидит в этой тюрьме. И готовится, уже дело передано в суд, не сегодня, а завтра начнется нюрнбергский процесс. Поэтому весь мир будет это видеть. То есть я к чему говорю? И несмотря на это, а у них Конституция эта заложена. А если у них Конституция эта заложена, какой мирный договор? Вот, дорогой Игорь, вот подписали мирный договор, а завтра приходит какой-то депутат или кто-то обращается в Конституционный суд Армении. И Конституционный суд Армении признает о том, что неконституционность данного договора. И что дальше будем делать? Значит, это фельдкинограмма, почему Азербайджан должен подписать 13 пунктов, не согласовав главные документы. Если можно было бы подписать какую-нибудь бумагу, типа декларации о намерениях, или как будем двигаться в этом направлении, где будет четко прописано о том, что, вот, например, когда Ирландия, конфликт был с Британией, с Лондоном, и там же четко было написано, в течение месяца поменять Конституцию. И они в течение месяца поменяли. Если такого типа будет сделано, тогда, естественно, есть возможность подписать какой-нибудь просто рамочный документ, да, который будет, тем как дорожная карта, да, а уже потом после этого работать на эту тему, да. Но это должно быть прописано юридически, в этой бумаге должно быть написано, потому что они говорят, мы будем Конституцию менять в 27-м году. Если вы Конституцию будете менять в 27-м году, значит, и мирный договор может быть подписан в 27-м году. Других вариантов здесь никак нет. Нет, я уже не говорю о том, что, вот это очень важный вопрос, вот вы, дорогие украинцы, когда я все время говорю о двойных стандартах того же Запада, вы на своей шкуре, извиняюсь, почувствовали в 2008-м году с грузинами вместе, а в 2014-м году непосредственно с аннексией Крыма бойни в Донбассе, а сейчас во всеуслышание вы это видите, эти двойные стандарты. И теперь посмотрите, двойные стандарты в отношении Азербайджана 30 лет. Про Первую Карабахскую войну я вам это говорил. И 907-я поправку в отношении Азербайджана, которую принял Конгресс, и назвали нас агрессором, агрессор Армении. И они 30 лет назад их поддерживали. Теперь кончилась Первая Карабахская война. Эту историю я уже тысячу раз говорил на эту тему, повторять не хочу. Вторая Карабахская война началась. Мы победили, международное право. Все согласились, что мы это все сделали. Мы же ничего плохого не сделали. Президент Азербайджана, вот, кстати, вот на этой конференции в Италии, он так и сказал. Впервые он это сказал. Он впервые это сказал. Он президент страны. Одно дело это говорит Рами Сюнус, независимый человек, эксперт. Мы делаем то, что делает Украина. Крым – это украинский Карабах. А у вас несколько. У вас и Донбасс, и ДНР, у вас несколько этих Карабах. Вы это делаете. Весь Запад вас аплодирует. Весь Запад вас поддерживает. Азербайджан это то же самое делает. Почему вы Азербайджану не поддерживаете? Это же международное право, да? Это двойные стандарты. Посмотрите параллельно с этим, что они делают. Уже как будто война произошла. Мы уже освободили эту территорию. Мы все сделали. Что они делают? Посмотрите. Вы знаете, есть такая организация USID. Саманта Пауэр. Вы все ее знаете, да? Она и к вам тоже приезжала туда. Вот эта Саманта Пауэр, ее организация, вот сейчас принято решение несколько дней назад увеличить помощь Армении со 120 миллионов до 250 миллионов через призму того, чтобы подписано было 5 апреля. Блинкен, Боррель вместе с премьер-министром Армении. То, что они подписали в Европе. И через эту призму 250 миллионов. После этого мы видели, как только ушли русские пограничники с аэропорта, через несколько дней туда прилетают американские самолеты с американскими солдатами. Проводятся учения. И эти американские солдаты сегодня разместились в Зангизуре. В районе вот этого Сюника, где, так сказать, планируется вот этот Зангизурский коридор. Они никуда не уехали. Они там остались. Это не так много, но это американские специалисты, американские советники. И американское оружие. Не в большом количестве оно пришло. Что? Франция с этой стороны поставляет то же самое это оружие. Согласованно вместе с американцами. Простой вопрос. Если вы хотите мира с Азербайджана, что вы делаете? Азербайджан что, не видит это? Значит, если вы там на 100 долларов что-то пошлете, Азербайджан должен закупить оружие на 1000 долларов. К чему это приведет? Более того, это происходит на границе с Азербайджаном. Вы говорите о том, что вы хотите выдавить Россию из этого региона. Так как вы ее планируете выдавливать? Каким образом? Где? Посмотрите на географию. Здесь есть Турция, здесь есть Азербайджан. Вы же не пойдете против Турции и против Азербайджана. Или вы пойдете на сделку с тем же Ираном, который якобы считается вашим противником. И когда Азербайджан все это видит, я уже не говорил о том, что это Саманта Пауэр, получила миллион долларов премии. Там, чтобы вы знали, у Саманта есть такая организация Аврора, которая возглавляет вот этот Рубем Варданян, небезызвестный, который сейчас сидит в бакинской тюрьме. Он выделил ей в качестве премии один миллион. Она получила как будто лауреат этой премии, да, Аврора. И она входит в этот исполнительный комитет вот этой Авроры. И поэтому она сегодня на всех этажах, и в Госдепе, и в Конгрессе, и в Европе, и везде, и в Армению летает, выступает с антиазербайджанскими заявлениями. Она же официальный американский чиновник. И получается, значит, вот эта структура работает на армянской лобби. То есть 30 лет назад, когда Азербайджане было продемократическое правительство, не было нынешнее правительство, это не правительство Алиева было, тогда был президент Амель Чебель.